Мы пришли с великой миссией о самом радостном событии сообщить, что Иисус Христос умер за грехи людей и воскрес для нашего оправдания. И всех зовет к себе, чтобы покаялись и верили в Евангелие. И будет другая жизнь за гробом и здесь. Не в огне мучиться, а в Царстве Небесном. Неплохо сказано. Это Евангелие, я цитирую. Написано в Евангелии от Марка, кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А почему это все здесь, в видеочате? Почему это не в церкви? Почему? Любовь Божия выразилась в том, что написано, верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. А неверующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36. Да, неплохо. Гораздо неплохо. Если вы желаете узнать больше, можете задать вопросы. Если пожелаете серьезно отнестись, я вам... Вопрос у меня только такой, допустим, возник. Типа, ну, это же не надо навязывать. Какой вопрос? Что, повторите? Это же не надо навязывать. Должен человек прийти с душой туда, навязывать веру и все такое. Навязывать нечего, навязывать. Мертвые лежат. Мы должны оповестись, чтобы вы потом на следе Божьем не сказали. А я не знал. А с сегодняшнего дня вы знаете. Иисус вас любит. И зовет к покаянию, к изменению жизни. Мы вестники Его. Он послал нас сюда, как врачей, к больным людям. Ну, возможно. Да, это объяснимо. Я верю и я полностью... А чему вы верите? Как верите? Верю Богу. Да мы должны верить не просто... Я не собираюсь это обсуждать здесь. Верю, верю. Написано у апостола Якова, говорит, бесы, демоны веруют и трепещут. А люди даже не трепещут. Если вы не живете по Евангелию, это бесовская вера. Надо ходить в храм Божий, быть на исповеди, причащаться. А не просто так. Вот простой маленький вопрос вам задам, вам не ответить. Почему вы бороду бреете? Зачем бороду бреете? А зачем мне ее не бреете? Потому что Бог так сотворил. Подкаблучники несчастные. Это власть моя над женщиной. Она должна тебя бояться и ни слова никуда, шагу не сделать. А вы развод. 86% разводов первые три года. Мужики рассопливились. Лежат, валяются. Половина голая здесь лежат. Процентов 90% мусульмане. Я вообще не понимаю вас. Если вы знаете, как-то неправильно вы делаете все равно. Сейчас что-то у вас все мотается. Почему не... Людям не надо говорить, что они делают. Так, только не ругать себя просил. Я не ругался. Я спокойно. Так, подождите. Все, что не надо навязывать людям, это во-первых. А во-вторых, критиковать их в их вере. Я не знаю. Ну, допустим, человек уверен. Я не знаю, там Валахов. Там верит Валахов. Я не пойму, почему у вас все мотается? Это его выбор. Это его выбор в первую очередь. Выбор плохой. Выбор плохой. Это его выбор. Как англичане говорят. Make your choice. Я не знаю, что это значит. К сожалению. С далеко от английского языка. Как-то так. Я говорю, почему у вас так экран мещится? Я кушать готовлю просто. Так, если вы хотите узнать больше, можете зайти на наш канал YouTube. Во свете Библии. У меня 18100 роликов. Прекрасно. Просмотров 44 миллиона. Круто, круто. Мы строим православную деревню с нуля. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Я за. У нас ни одного аборта нет, ни одного развода. Ну, это же хорошо, это же прекрасно. Но навязывать все равно. А вы знаете, что во время перестройки, сколько в Российской Федерации произошло абортов? Нет, не знаю. 120 миллионов. Государство утонуло в вагине женской. В крови, в гное. А тут душу отдают. Тут нормальная женщина, она не будет искать мужиков. Мужики-то тут как бесхвостые кобели. Только, мы знаем, блуд творят. И открыто она неизмом занимается, чем попало. Для этого мы пришли, чтобы сказать, что за это будет. А что за это будет? Гиена Огненная с сатаной в озере Огненном. Плащ искрежет зубов. Я вас понял. Вам до свидания. Всего хорошего. С Богом. Вас как звать? Звать как вас? Николай. Николай, у вас, значит, по-русски это победитель. Будь победителем над грехом. Не кури. Иди в храм православную церковь. На исповедь сходи. Ты победитель должен быть. Так, Николай, до свидания. До свидания. В рулетке здесь не голый мужик был. Мы пришли сюда возвестить великую радость людям. Библия. Да. Из Святой Библии мы узнаем, что Иисус Христос распятый был за наши грехи и воскрес третий день. И сегодня Он зовет всех. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот с этой целью мы сюда пришли. Да, да, да. Если у вас будут вопросы какие-то о душе, о вечности, можете задать. Да нет. Я в Бога верю. Ну, прекрасно. Я в церковь хожу. О, у вас, может быть, и Библия дома есть? Честно говоря, нет. Ну, может, Евангелие отдельно есть? Молитвенник? Ну, это есть. Есть. Ну, просто Библии нет. Хочу. Вы ходите в православную церковь? Да. А у вас священника как звать? Владимир. А это что за город? Это север. Как? Север, север. Север? А что за город такой? Вот я в Барнауле. Из Барнаула. Алтайский край. А север-то Якутия. А, то есть, там все равно же название города есть какое-то? Север так и называется? Не, север, это Якутия. Якутия, якутия, слышали город? Город, конечно. Якутия знаю. А я думал, город север называется. Мы православные, вот, получили землю и строим православную деревню, восстанавливаем. Где поселиться можно, кто докажет, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. К нам приезжает митрополит Алтайский. У нас хороший брат у меня, родной, протоиерей. Служба. Сразу храм построили, школу государственную. За свой счет все. Дороги строили. Ну, она, она, такая деревня, она одна на всю Россию сегодня. У нас въезжаешь в деревню, и на дорогах везет надписи, на территории деревни курить запрещается, на территории, как на военной базе, где подводные лодки. И Господь милует. У нас ни одного аборта нету, ни одного развода. А в стране за перестройку было произведено 120 миллионов абортов. Государство погибло в женской утробе в вагине. И начинает виноват Путин. Путин виноват. Я говорю, а вы знаете, что у нас в государстве, в Российской Федерации, есть один регион, где глава администрации запретил аборты делать. А кто это? Я говорю, догадайся сам, кто. Он герой Российской Федерации. Герой, по душе герой, не только по награде. Кто это такой? Настоящий мужик с большой буквы. Знаете кто? А вы что не спите? Что спать-то? Я уже встал. Сейчас скажу, сколько я уже встал. Ну, я уже 4 часа на ногах. У нас еще 8 нету. 8 утра. А мы встаем всегда в 4.40. Запретил аборты Рамзан Ахматович Кадыров. Чеченской Республики, глава администрации. Друг Владимира Владимировича Путина. Ясно. Вот у меня от него есть благодарность. Я подарил книги, у меня 38 томов вышло из печати. Я подарил их, по милости Божией, подарили мы. До Владивостока доехали, Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. 650 городов посетили. И везде дарили 38 томов моих книг. Сделали подарок на 35 миллионов. Ну, понятно. Знаете, как люди, когда не считают, не знают ничего. С него и спрашивать-то трудно. А когда он считает, знают. Поэтому мы верим во Христа. Вас как звать-то? Меня Руслан. Руслан? Да. Это не православное имя. Такого нет. Нет. Я окрещенный Роман. О, Роман. Это римский гражданин называется. Ну, и я, Руслан, окрестили меня Романом. Понятно. А я Игнатий Лапкин. Город Барнаул. Вот если вы зайдете по скайпу Игнатий Лапкин, вы сразу на меня выйдете. А там у меня ресурс. У меня в Ютубе канал 18100 роликов. И просмотром 44 миллиона. Хорошо. Так что, Роман, если пожелаешь встретиться, запомни, Игнатий Лапкин. Два слова запиши. И в скайпе сразу меня найдешь. Я один с этой фамилией. Все, понял, понял. С Богом, Роман. Храните я Господь. С Богом. До свидания. Так. Где живешь ты сам? Где живу? Город Барнаул. Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Молодец, Батя. Мы пришли сюда, чтобы возвестить великую истину. И самую великую радость. Что Иисус Христос умер за грехи людей. И воскрес. И всех зовет с покаянием. Чтоб жили по-божески. Чтоб после смерти в ад не попали. А были в Царстве Небесном. Да у нас каждый второй, наверное, гречник. Надо жить для Бога. Жить интересно, красиво и в бедности. Не Путин виноват, если мы валяемся и не работаем. Ясно. Я с Иркутской области. Если у вас есть духовный вопрос о душе, о вечности, о будущем, можете спрашивать? Да. Да нет пока, Батя. Нет. Сам крещеный. Дети крещеные. Понятно. А я маленький вопросик задам вам. Давай. Вы в православную церковь ходите? Ну, редко, но бываю. Когда на душе бывает туго. А вы знаете, что сейчас идет рождественский пост? Ну, ни по сути, ни селуха. Вот видите, как это означает, что вы отлучены от церкви. Дальше. Вы иконы видели в церкви? Да. Вы видели хоть одну, чтобы безбородый был кто-то? Да нет. Нет. А почему же, если вы православный, зачем искажаете образ, который вам Бог дал? Это власть твоя над женщиной. А безбородые – это подкаблучники несчастные. Батя молодец. Две мамы в одном доме – это многовато. Да. Да. Ну, я буду ростить тогда. Она сама вырастет. Не трожь, бритву выбрось. Теперь, если вы пожелаете встретиться, а у вас будет, может, желание, вы запомните два слова. Игнатий Лапкин – это я. По скайпу меня сразу найдете. Игнатий Лапкин. Хорошо. А вот, а если зарядите «Во свете Библии» канал, YouTube, вы зайдете на наш YouTube «Во свете Библии». Два слова. И у меня 18 тысяч 100 роликов. Ага. 44 миллиона просмотров. Хорошо. Мы говорим, мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Сами построили себе дома, храм, школу, дорогу, все за свой счет. Молодцы.